всем доброе утро дождик был ночью вообще прям сильный сильный так здорово я даже поспала до 10 часов представлять до 10 я такого я так не спала долго уже не насколько не помню даже дождик все еще как-то капает иногда то есть я вот периодически выхожу и он капает то есть чарли гулять как-то я еще и не поняла то ли идти то ли не идти то есть дождик как идти в общем не знаю подождем еще немножко потому что такую погоду но мне очень нравится такая погода я по ней очень скучаю вообще даже дождь люблю мои цветочки полились немножечко я вчера хотел их поливать но посмотрела прогноз и думаю пускай природа польет запах какой вкусняцкий вообще в общем шикарно правда еще гулять не знаю как чарли идти может быть сейчас разойдется вообще сегодня на днем не передавали дождь хотя нужно пойти прогноз посмотреть очень классно мне нравится такая погода кто любит дождь пишите в комментариях мне кажется нас таких мало а я люблю вот там прям видно вот видите как полоса и уже нету туч и . . . . я вовсе не медведь как хорошо быть . и что-то там дальше в общем пойду сейчас завтракать дверь уже закрывал я кстати что нет дождя супер-супер грязные вот смотрите у меня уже почти мешок летней одежды готов течо 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 теты поэтому надо потихонечку убирать и второй мешок готовить да 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 мы вот тут спим с кошками скажи с кошками да пойду завтракать я там уже чайник скипел в общем как знаете как на на вокзале тут мешок там мешок везде мешок завтра все уберем да чё это мешок чё мешок ки ки шесту ки шесту ки шесту ки шесту игрушка побежал 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 на улицах вообще никого нету я все-таки вышла погулять даже очки с собой взяла зонт не взяла в рыбе потому что все дождя уже не будет очки взяла и мандыкнулись они у меня такие взяла обычные какие-то другие свои не нашла которых я гуляю постоянно все-таки дождь сильный был потому что уровень вот этого нашего пруда так сказать поднялся и мутная вода очень она обычно не такая мутная поэтому ну я прям чую это просыпалась и прям дождик такой лил знаете прям сильный сильный мне так прям кайфово было я прям обожаю дождь знаете смотрю вот сейчас видео там других стран у них там дожди даже заморозки прям незавидно вообще пипец какой-то по заморозкам они там все вот холодно я думаю хоть бы но не на недельку не больше хотя я сегодня тоже вот надела спортивный костюм такой уже терепашки вон там плавают дышат уточки прилетели такие дикие к селезню а он почему-то не улетает может быть он летать не умеет мне так кажется потому что нужно который год там в общем мы идем на дальняк если так можно сказать чарли трава сырая поэтому он в ней не угол какие караси там фига себе да тут красивый огроменный плавают в общем иду на дальняк погулять дождя мне кажется уже не будет я посмотрела по прогнозу что все уже вообще классная погода так прям прохладенько знаете ух блин ну все ну все мне кажется мы пойдем назад стрельнули один раз все таки решила пойти он конечно боится я его на руках не стало почти вода сюда вообще сегодня какой-то праздник не пойму у нас там все перекрыто будет должно будет после трех чудо праздник фигу знает за всеми практиками здесь не угонишься смотрите какие лужи люди 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 я специально здесь пошла потому что здесь дорога такая цементная хотя мне вон там возвращаться там уже дорога но без цемента обычная канал как ее назвать ты даже не знаю но думаю что не утонем в грязи особо грязи то здесь и нету но вы там уже смотрите просветление здесь конечно не очень здесь все еще осень но там прям хорошенькая погода смотрите сколько гранат и никто их не собирает вообще прям много вот там классно никто не собирает не трескаются его нападают эх это дерево вообще завалилось вот так вот вот я и отки надела как-то вроде бы как не солнечно но все равно мешает салатные листья такая разница смотрите грошик над морем вот сегодня передает 17 градусов на улице да может быть она и правильно но 17 градусов зимой и 17 градусов сейчас совершенно разные я не знаю с чем это связано чарли бейн менты веры кочи потому что 17 градусов зимой это вообще хорно и мы в куртках и бэн бэн аки кивили кучи умри меняки меня вам это вот я сейчас иду и вспоминаю потому что говорю зимой же тоже 17 раз но холоднее может быть из-за ветра что там дует такой ледяной ветер или еще что-то но совершенно разная погода вот что бывает даже зимой и 19 градусов знаете но мы все равно ходим каких-то кофтах или еще что то то есть футболках уже зимой не ходишь потому что холодно несмотря на то что показывает 19 градусов как-то так вот мысля какая ко мне пришла не дорога тут нормальная не как у нас чернозем в тамбовской области там грязь прилипнет хрен ее от дерешь черная такая ух я все не понимала знаете по телевизору я смотрела люди в белых носках ходили думал как можно в белых носках ходить когда такая грязюка а сейчас я не понимаю как можно спачкать грязь носки что они станут черными но это действительно так там такая у нас земля зато растет все по два-три раза за год до чарли а ты там не был ты не знаешь всякие автобусные остановки у нас мы тут зачем-то я сказала чтобы муж нас забрал я думал он близко но что-то по моему не совсем близко вот стоим тут мы договорились на 100 на автобусной остановки ждем новый год такая разыгрывается вернее уже все ее набрали хамон 1000 евро всякие туристам еще говорят сделают а это уже все забито занято теперь надо ждать когда разыгрывается обычно разыгрываются с лотереей рождественской а мы тут уже пиво пьем безалкогольный как всегда газировки 3 веточки тоже третье пиво и вся ждем когда нам кто-нибудь принесут рыбку какой-нибудь здесь всегда дают рыбу на лапы вот нам что принесли здесь фокерон и какую-то еще рыбку это надо им нам-ням пусть у это наверное последнее пиво уже и мы пойдем уже об можно беда смотрите голову они выбрасывают а я все-все-все-все ем то я думаю машину припарковала где моя мой спортзал представляете вообще не было нигде мест но я так подумал думаю завтра все равно мне сюда выйти до дома минут десять пешком вот там полиция какой-то мужик я приезжал сейчас на улице спал сейчас гляжу там полиция с ним разбирается вот видите ну что-то возмущается лежит они у него спрашивают ну вот как господи ну типа паспорта чтобы личность узнать а он пьяный говорит в общем какал я на вас всех в общем такие вот дела время уже пол четвертого я все хожу смотрю и пытаюсь высмотреть почему же у нас все таки запрещено было здесь парковаться и не нахожу никакой причины совершенно ничего не происходит на улице и мне кажется что я зря оттащила машину хрен знает куда но меня успокаивает то что мне завтра все равно туда идти и я ничего не сэкономила ничего не потратила просто я завтра пойду туда и приеду на машине скажем так поэтому такого ничего не случилось но все-таки почему все это происходит хотелось бы знать потому что там написано что и венту какой-то какой-то что-то будет происходить но а что я так и не понимаю в общем погода налаживается но прохладно заметно прохладно уже в майке холодно просто в майке вот я стою сейчас и холодно нужно одевать что-то в общем завтра у меня будет день во первых мытья окон а во вторых может быть уже даже сегодня ночную вещи какие-то складывать например вот всякие майки футболки вот например которые совсем совсем летние надо же будет какие-то стирать какие-то что-то что-то делать в общем с этим и уже вот тут вот эти вот я уже сложила видите совсем такие вот это спортивный костюм кое-что достала в общем моя любимая юбка можно ее уже складывать блин моя но у меня есть другая любимая вот шортики например надо уже убирать так что шорта хуже наверное все уже не подходишь жалко хотя наступает другое время не тоже хорошее такое когда можно одеть какие-то теплые куртки уже все я хочу переодеваться более такую теплую одежду скажем так пойду какой-нибудь фильм посмотрю в общем мой гардероб уже немного поменялся понавешала цветы ров свои футболки почти все спрятала кулек убрала другой поставила тут уже непонятно чего навалено купальники все мои белье нижнее летнее да я всегда меняю у меня есть нижнее летнее белье и нижнее зимнее ну то есть оно по цветам скорее всего распределяется темнее светлее чокомар меня щел сожрал это все купальники и меня вот тут купальники лежат и потом сюда переезжают колготки почему так еще нас тут стреляют погрузчик уже вывез пару машин которые вот там вот стояли запрещенной зоне блин ветер смотрите какой я нашла жилетку на себе вот такой вот в кровати там ковырялась и надела на себя я не могу снять это рабочая жилетка кстати что на работе и и однодеваю но не дома и вот чтобы не потерять надела на себя в ней так и хожу в общем тут где-то процессе он идут то есть носит какую-то святую это по моему праздник района и вот где-то святую там носит я слышал музыку но где не могу поменять но если тут запрещено парковаться то тоже тут где-то но я вот выхожу ничего и пока нет никого день как зато он тот цветок почистила убрала все вот эти листья которые сухие вот видите может быть они от ветра или что вот так сохнут нет нет я не выбрасывала это вот один только так я вынесла не знаю этот вон растет ему по барабану а этот от ветра наверное сохнут в общем дела делами что-то надоело лежать думаю да и гардероб разбирать конечно разбирать тут у меня еще есть пару вот таких вот одеял это шторка достала хотела ее повесить но хочу другие пара вот таких одеял есть я хочу знаете что у меня есть слышите салют или что идея есть отвезти в собачий приют эти одеяла вот я в фейсбуке видела что им нужен нужен корм одеяло и вот хочу отвезти чарли у меня в шоке не пойму где стреляют так вот весь вечер ну как весь вечер четырех часов наверное это похоже уже салют где он хрен его знает пока я долезу наверх он уже закончится видите полиция там приезжала люди тусуются собаки с хмаз ходят кто тут вниз ну вот ну вот племяшка заболела малявочка бедненькая салют так и живем ой тут конечно мне пылесос это я высасывала высасывала из мешка в общем да вот так надо постель завтра поменять завтра у меня грандиозный день так что подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии мои свитерки скоро я вас надену такой теплый есть ой у меня еще вот такой вот кстати сейчас вам покажу ёбку вот эту покупала господи вот это да ёбку покупала с вот этим свитерком носить как вам мне кажется сочетание идеальное и цвет очень подходит класс же класс а еще вот нашла купальник смотрите слитный у меня купальник вот такой есть я не люблю слитные купальники поэтому но у меня есть парочка и я его думаю в бассейн носить я его сейчас купальники меняла и вот такой оказывается у меня есть купальник в бассейн мне кажется самое оно вот а это сочетание идеальное вот и все вы увидели мой бардак но когда меняешь гардероб мне кажется у всех бардак а как иначе иначе просто не может быть все это будет занимать целую неделю когда меняешь одежду летнюю на одежду зимнюю это всегда бардак мне еще и в зале бардак потому что я и скатерть хочу поменять в общем все увидите завтра ух ты смотрите у нас что тут происходит вот процесион идет а теперь понятно и муж говорит а говорит слышу там процесион идет я говорю где он говорит там а я ничего не слышу представляете смотрите как дым идет бенгальские огни пахнет бенгальскими огнями это Дивина Пастур Дивина Пастур какая-то святая очередная прям почти под нашим балконом ну надо же я наверх забралась отсюда виднее правда батарейка садится зараза видите мне чарли пеппи чарли я просто наверху стою а муж там внизу и он ушел с чарли побыть все мы поняли что праздник прям бот видите откуда стреляют закладывает видите красивая да надо же первый раз такой здесь праздник такой Дивина Пастура Дивная да все хватит уже уши болят самой нет еще не все в общем вот дождались мы с вами сегодня праздника весь день ждала в общем вот на такой нотке буду с вами прощаться до завтра дождалась праздника всего вам самого наилучшего и встретимся с вами завтра все все расходятся спасибо спасибо Продолжение следует...